Продолжение следует... ...пишет психолог, во-первых. Во-вторых, это психолог-юнгьянец. То есть он много отсылает нас к мифологии, литературе, снам, сказкам иногда. К собственной терапевтической практике и мужчин, и женщин, но у самого мужчин. И в этом смысле подходит не всем. Что означает название под тенью Сатурна? Сатурн взят Джеймсом Холлесом именно как божество. Божество, которое олицетворяет собой власть. Венец власти. Причем в повседневной жизни принято воспринимать венец власти как что-то такое светлое, приятное и увеличивающее качество жизни. И обычно он так по умолчанию присваивается мужчинам. Типа вот у них вся власть, им хорошо жить, все остальные им подчинены. Джеймс Холлес, как юнгьянец, акцентирует внимание на теневой стороне власти. То есть shadow side. Какую тяжесть несет с собой властная корона? Какую тяжесть несут на себе мужчины, участвуя в этой, так сказать, гонке, в этой возне, в этом движении? Какую тяжесть они несут, отвечая за эти вот властные позиции? Неважно, будь то в семье, в маленьком коллективе или в большом государстве. Так сказать, тяжесть шапки Мономаха. По большому счету он не говорит ничего такого, что не было бы проговорено разными товарищами из мужского движения и там из сообщества красной таблетки. Мы все это проговариваем. Просто мы это проговариваем не всегда четко, не всегда системно, не всегда цензурно. Этот человек психоаналитик, именитый психоаналитик, образованный, начитанный. Он знает, как складывать слова, как упорядочивать мысли. Все то разрозненное, что встречается в наших роликах, наших комрадов, он сжал вот в эту одну книжку. И тень Сатурна фактически обозначает все те вот минусы, которые мы в сообществе красной таблетки обозначаем как тяжесть, страдания, которые лежат на мужчинах, про которые редко вспоминают с одной стороны, с другой стороны они у всех на слуху. В числе прочего Джеймс Холлис проходится немножко и по мужскому движению. И не самым приятным образом он на личных примерах из своей жизни демонстрирует, что одна из проблем, что в сообществе мужского движения тоже проявляется борьба за власть. То есть буквально достаточно собраться там двум-трем мужчинам, и они начинают явно или неявно конкурировать за позицию авторитета в минимальной иерархии. И эта конкуренция работает против самой идеи и самой системы мужского движения. То есть часто вместо объединения получается разъединение. Я думаю, вы все хорошо знаете, о каком явлении он говорит. Вы все это видели неоднократно и думаю, еще увидим не раз в нашем сообществе. Это теневая сторона Сатурна тоже. То есть, увы, мы воспитаны, чтобы конкурировать. Частично, конечно, это врожденная роль, но частично она и воспитанная, привитая. Это роль, которую общество, так сказать, аутсорсит, возлагает на мужчин, что они должны это делать, а иначе они как бы не мужчины. Джеймс Холлис, с одной стороны, хвалит мужчин, что они начали рефлексировать на эту тему, что мужское движение выражает вот эти вот сотнями и тысячами лет невыраженные страдания и боль мужчин. С другой стороны, показывает, что, скорее всего, полностью сбросить с себя всю эту тяжесть невозможно. Это означало бы просто отказаться от жизни. Но осознавать и как-то рулить, дозировать эти вещи, понимать, что мы теряем и что приобретаем, беря на себя какую-то роль или отказываясь от какой-то роли, это похвальная вещь, достойна уважения, и как психолог он это только приветствует. Я выписал себе восемь пунктов, которые Джеймс Холлис называет восьмью тайнами. В принципе, главы в книге именно так и распределены. Они раскрывают каждую вот эту тайну. Это мужская тайна, которой, как бы, с одной стороны у всех на виду, с другой стороны, про нее не принято говорить и редко принято осознавать. Зачитываю. Первое. Жизнь во многом определяется ограничением ролевых ожиданий. То есть, мужчины, как и женщины, зажаты в тиски своих социальных ролей, и в этом есть много негативных сторон. Очень много. Второе. Жизнь мужчин в существенной мере определяется страхом. Джеймс Холлис раскрывает, какой страх он имеет в виду, но там много разновидностей страха. И физического, и психологического. И страх бессилия, и страх потерять авторитет. Страхи, связанные со здоровьем, с семьей и так далее. Третье. Феминность психики мужчин обладает огромной властью. Это про женскую сторону мужской души, про аниму. Особенно это касается анимы не признанной, не развитой, не распознанной. Не вытащенной на белый свет, не повзрослевшей. Она, к сожалению, обладает огромной властью, особенно ее темная сторона. Мужчины, которые этим не занимаются, не развивают, не исследуют эту зону, они во многом находятся под управлением сил, скажем так, хаоса, сил бессознательного. И это им вредит по жизни. Их жизнь во многом неосознанная, управляется неизвестно чем. Четвертое. Мужчины молчат, чтобы подавить истинные эмоции. Ну, это частично связано с вопросом про аниму, потому что эмоции вообще во многом ассоциируются с женским у нас в культуре. Соответственно, сохраняя покерфейс, с одной стороны, конечно, мужчина держит лицо, как это ожидается от него в социальных ролях. С другой стороны, он вредит себе, потому что он не прорабатывает чувства, которые эти эмоции вызывают. С точки зрения социальной роли это плюс, с точки зрения пользы для самого мужчины это минус. Пятое. Травма является необходимой для выхода за рамки материнского. Очень тонкий момент, и меня пугает, что вот этот момент про необходимость травмы, Джордан Питерсон про это очень любит говорить, много раз говорил, может быть неправильно понято, и часто понимается неправильно, я так думаю. У людей может возникнуть ощущение, что травма является полезной, и чем больше травм, тем больше пользы. У меня проблемы с этим тезисом. С одной стороны, я понимаю, о чем он говорит, что, например, травма отрыва от матери, от дома, от родителей в широком смысле, она в какой-то мере необходима, просто чтобы завершить процесс взросления. Но умышленное нанесение увечий, будь то увечья физического характера или психологического, у меня проблемы с этим тезисом. Надеюсь, что он не имеет этого в виду. Может быть, переводчик так нечетко перевел, но иногда это непонятно. У меня сразу в памяти всплывает ОМОН-РА, наверное, мое любимое произведение Виктора Пелевина, где, как мы помним, все абсолютно участники были травмированы. Намеренно, умышленно, с такой холодной медицинской точностью, все одинаково. И как раз на этом типа строилось их делание из них настоящих людей, настоящих мужчин. Мы помним, что там было училище имени Мересева, книжка, соответствующая, как мы помним, из школьной программы, называется «Повесть о настоящем человеке». Вот превратно понятое название этой книжки может привести к тому, что появятся желающие 100% мужчин, например, отрезать ноги, только для того, чтобы они потом героически преодолевали эти сложности, там, с протезами и так далее, и становились настоящими мужчинами. У меня лично внутренний протест против такой логики. Я считаю, что это извращение, и думаю, что, надеюсь, что Джеймс Холлис этого в виду не имел. Надеюсь, что он про другие травмы говорит, хотя иногда вот случаи, которые он приводит из жизни разных мужчин, не всегда это понятно. Второй момент из этой же главы, который у меня лично вызывает внутреннее непонимание и внутренний протест, он, в общем-то, предъявляет претензии и упрекает мужчин, которые относятся к сексу как к религии. И, читая то, что он написал про этот момент, я, в общем, нахожу, что у меня, например, да, во многом так и есть. Для меня это не просто физическое действие, для меня это действие религиозного характера. Секс имеет символическую нагрузку. Что в этом такого дурного, что в этом вредного, я вот дважды или трижды перечитал этот кусок, не понимаю. Да, этот способ объединится с анимой. И с анимой женщины, и с собственной анимой. Что в этом такого негативного? Не знаю. Для меня это во многом магическое действие. Волшебное. Неужели было бы лучше, чтобы это была чистая физика? Странно. Шестое. Жизнь мужчин полна насилия, так как их душа подверглась насилию. Ну, в общем, речь опять идет про такое сплошное стопроцентное уродование в том или ином виде. Намеренное или полунамеренное травмирование всех мужчин поголовно в современном обществе. И, так сказать, заражение их такой, можно сказать, заразной болезнью. Насилие. Насилие как физического, так и психологического. Я это вижу как нечто вроде заразы, которые умышленно заражают, прививают поголовно всем. А потом еще эту же самую заразу и уравнивают с мужественностью. То есть, кто заражен этим вирусом, тот типа мужественный. Кто не заражен, тот как бы и не мужчина. Это одна из вот этих ожидаемых социальных ролей. Что очень печально. И непонятно, можно ли это вообще искоренить каким-то образом. Или хотя бы контейнировать как-то. Седьмое. Каждый мужчина тоскует по отцу и нуждается в старейшинах. Ну, это про недостаток мужского авторитета в нашей жизни. В современном паневропейском обществе. Мы все знаем этот эффект, просто называем его другими словами. Мужского, такого глубокого мужского в жизни нет. Все оставлено на самотек и на эти непонятные привитые, такие заразные вирусы психологические. Которые почему-то приравнены к мужественности. Восьмое. Для исцеления необходима внутренняя мобилизация и восполнение всего недополученного извне. Фактически речь идет о том, что наряду с тем, что мужчина заражен всякими паразитными вот этими ролями, которые общество ему навязало, это же самое общество и не снабдило его некоторыми, точнее говоря, не некоторыми, а почти всеми необходимыми для полноценной жизни знаниями, умениями, понятиями и даже словарем нормальным не снабдило. И поскольку никто этого делать не будет извне, то мужчине, который хочет развиться и обрести такую целостность, придется в более-менее зрелом, взрослом возрасте самостоятельно собирать себя по частям. Там при помощи каких-то учебников, каких-то авторитетов, возможно психотерапии, книжек, занятий, семинаров и что он там еще найдет. В общем, ему придется компенсировать то, что 20-30, а то там и больше лет, он даже словаря не знал, как выражать свои сложные внутренние состояния, чувства, эмоции и так далее. К сожалению, это процесс индивидуальный. Помогать с ним общество нам, в общем, не намерено, и ему это невыгодно, если подумать. Потому что как только человек, мужчина, обретает такую целостность, он становится намного менее полезным механизмом для использования в обществе. Потому что этот механизм начинает обладать собственной волей, собственными интересами и рефлексией. Обычному мужчине можно извне трактовать, что он должен делать, чувствовать, как он должен выглядеть и так далее. Мужчине, который обрел целостность, диктовать это невозможно. Поэтому и использовать его так просто невозможно. Он будет рассуждать от внутренней точки отсчета, а не от того, что о нем кто-то подумает Хорошо, если у кого-то есть продвинутый отец, или друг, или авторитет, или гуру, или ментор Кто поможет этот шаг преодолеть, особенно если он поможет это сделать раньше, чем наступит кризис среднего возраста Но большинству, увы, кому это вообще интересна тема, тем придется действовать самостоятельно Подводя черту, отличная книжка, однозначно пять звезд Можно не соглашаться там со всем написанным, но для приведения своих чувств и знаний в порядок Причем это было бы полезно, наверное, и мужчинам, и женщинам Например, матерям сыновей было бы полезно привести в порядок свои представления о мужском И получить некоторый такой взгляд изнутри Все-таки Джеймс Холлес мужчина, да, и рассуждает от имени мужчины Это не то же самое, когда женщина пытается спроецировать, что там мужчина чувствует, что не чувствует Добротная книжка, скорее всего, даже не на одно прочтение Книжка, которую можно убрать на полку и там давать почитать своим и сыновьям, и племянникам, и мужчинам постарше Кто созрел до такой литературы, скажем, еще не созрел для психотерапии, но уже созрел, чтобы что-то такое метафизическое привести в порядок Найти слова, чтобы выразить то, что он всегда чувствовал Найти каналы, чтобы излить свои вот эти вот накопленные яды, которыми его травили всю его жизнь, по большому счету Это тоже важно, потому что найти правильный канал слива такого яда Это обезопасит ваших близких, тех, с кем вы состоите в отношениях и в общении Потому что неуправляемая тень, она имеет тенденцию сливать негатив на того, кто попадется И при самых непредвиденных и неприятных обстоятельствах, к сожалению Особенно под воздействием алкоголя там, или сильного стресса и так далее Так что еще раз, Джеймс Холлес под тенью Сатурна Однозначно стоящее чтение, пять звезд Спасибо за внимание, до новых встреч Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok